Прежде чем взять в руки золото Паралимпиады, 26-летней горнолыжнице Александре Францевой пришлось преодолеть все свои страхи и потратить годы на интенсивные тренировки. Ученикам 5-7 классов 27-й школы Петропавловска для этого пришлось лишь прийти 3 апреля на олимпийский урок. Возможность уникальная. Олимпийские уроки проходят по всей России, проходили и предолимпийского сезона и сейчас. У нас в Камчатском крае проходят они с сентября месяца, организованы Министерством спорта и молодежной политики Камчатского края. Проходят как в Елизово, так и в городе Петропавловске Камчатском. По словам самой Александры, спортом заниматься она начала довольно поздно. В тренажерный зал впервые пришла в 17 лет, на горные лыжи встала в 18. Сегодня она триумфатор Паралимпиады в Сучи. На ее счету две золотые, две серебряные и одна бронзовая медаль по горнолыжному спорту среди слепых спортсменов. В моей спортивной деятельности второй урок, что было сразу замечено, что все-таки камчатские детки, они отличаются от всех других своей скромностью. Я сама такая. И поэтому, конечно же, вопросы мне старались не озадачивать. В общем-то, какие-то были заданы вопросы, но такие на общую тему. Больше, конечно, у каждого загорелось желание именно сфотографироваться, поддержать медаль. Но оно и понятно, это же дети. 12 ноября в 9.00 утра. Олимпийский огонь вертолетом будет доставлен на вершину действующего Авачинского вулкана. На олимпийском уроке школьникам показали фильм об эстафете олимпийского огня на Камчатке, рассказали об истории Олимпиады, ее ценностях, видах спорта и талисманах. Можете прямо тут ходить, давайте в аппарат. Многие ученики не упустили возможность сфотографироваться с чемпионкой и взять у нее автограф. А еще в подарок дети получили олимпийские учебники. Мне понравилось фигурное катание. А пара олимпиады? Пара олимпиады, ну, конечно же, они очень сильно соревновались. Было видно, что напорство, было терпение, усилие. Мне очень понравился этот олимпийский урок и очень было сильно хотелось, чтобы олимпийцы посещали нашу школу чаще. Уже в мае Александра Францева возобновит тренировки. Впереди чемпионат мира. А пока в планах чемпионки насладиться долгожданным отпуском. Сложновато пока пойти просто по улице, потому что народ узнает, даже если идешь в гражданской одежде. И, конечно же, несколько так смущают вот эти крики от того, что, ой, какие вы молодцы. На самом деле все молодцы, все работали. И как бы я не отдаю там какое-то особое значение того, что, да, я там что-то там особенное совершила. Нет, на самом деле мы к этому долго шли, к этому долго готовились. Поэтому нет в этом ничего особенного. Но, тем не менее, спасибо всем, кто на протяжении всего этого времени не оторвался от экранов, кто не спал ночами, потому что вторые попытки были поздно по нашему времени уже по Камчатскому. Леся Суринова, Силиконышев, информационное агентство Камчатка.